Валерий Дмитриевич, кстати, о прослушке. Как вам кажется, кто прослушал Пригожина и Ахмедова? Или кто-то из них слил это? ФСБ. Нет, нет, это ФСБ. ФСБ прослушивает практически всех. И более того, они считают, что очень полезно, это, конечно, прозвучит, может быть, немножко странно, полезно, что эта вещь появилась в обороте. С точки зрения, вот это очень важно, корпоративных интересов конторы. Они считают, что это приведет к усилению дальнейшему влияния власти. То есть они хотят показать, мы всех видим, мы все знаем. Во многом это правда. Во многом это правда. Поэтому российские бизнесмены боятся катастрофически вести какие-либо крамольные разговоры или вообще разговоры о политике в России, а сейчас еще больше. Военные знают, что даже по спецсвязи их разговоры прослушиваются. Не прослушиваются, а записываются. Вот поэтому для ФСБ это выгодно. Для восприятия, допустим, для восприятия того, как выглядит путинское окружение, ну, это важная характеристика. Мы понимаем, что оно настроено пессимистически, мизерабельно настроено, крайне декадентски, я бы даже сказал. Это тоже понятно. Но опять же, важно не настроение для нас, а важны действия. Очень важны действия. Действовать в России может только определенная группа людей. И эти люди, это чекисты. Больше никто, понимаете, ни военные, никакие оригарки. У них нет доступа к Путину, у них нет доступа даже подхода к его дворцу. Это абсолютно исключено. Ни российское общество. Можно как угодно к нему относиться, требовать от него невозможного, критиковать, упрекать. Но оно не может ничего сейчас сделать. Оно задавлено, понимаете? Оно действительно задавлено. Да, оно поддерживает специальную военную операцию. Не в тех масштабах, которых сообщает официальное социологическое агентство. Но больше половины поддерживает. Да, это так. Это правда. Но есть и значительная группа людей, которые против. Но дело в том, что они ничего не могут сделать. Потому что попытаются что-то сделать, это выйти и со всего разбегу сейчас удариться головой кремлевскую стену. Очень больно. Но совершенно бесполезно. Валерий Ильич, если предположить, что украинское контрнаступление будет успешным, и Запад, и китайцы тоже скажут Путину, ну давай договаривайся. Где та грань компромисса, на которую Путин готов пойти? Вот что он готов отдать, и от чего не готов отказаться категорически? Ну, естественно, от Крыма отказаться он не готов. От новых территорий он не хочет отказываться. Хотя это уже там какие-то огрызки, на самом деле, так называемых новых территорий. Потому что если он откажется, то получается, что весь этот год, год с небольшим, уже это все бессмысленно, беспощадно и отвратительно, и без всякого результата. Но тем не менее, военное мы давно предоставили, что надо оставить все это. И Херсон оставить, сосредоточиться в Донбассе, в Крыму и сидеть. И с этой сделочной позиции уже выходить на переговоры с Украиной. Поэтому Путин сейчас пытается сделать вид, что он ни на что не пойдет. И похоже, что это правда. Похоже, понимаете, что это правда. Что он ни на что не готов идти, ни на какие уступки. Значит, тогда на уступки пойдут другие люди. Скорее всего. Скажите, а как вы наблюдаете за Путиным? Как вы оцениваете то, как он держится? Слушайте, на нем не видно того, что он в смятении находится, что ему плохо, что идет не по плану все. Он улыбается, он говорит нормально. Дмитрий Ильич, во-первых, история о двойниках абсолютно правдива. Вы серьезно говорите о двойниках? Я не могу поверить в это. Абсолютно серьезно могу сказать, что, допустим, в Крыму и где там еще? В Мариуполе? Это был двойник. Абсолютно точно. С Грефом встречался двойник. Путин не встречался с Грефом. Перед РСПП выступал сам Путин. Это правда. С Си Цзиньпином, естественно, встречался Путин. Но во очень многих случаях вы не видите президента. Вот я обратил внимание, что... С Кадыровым встречался... Вот это хороший вопрос. С сыном встречался двойник. С сыном Кадырова. А с самим Рамзаном Ахматовичем встречался действующий президент. Встретились два одиночества и поговорили. Вы знаете, он очень плохо выглядел, я имею в виду Путина, при встрече с Кадыровым. Очень плохо выглядел. Посмотрите, если вы увидите, как идет настоящий Путин, то вы обратите внимание, что у него ножки как спички стали. Понимаете, если под пиджак может там носовать... Ну, это не вата, конечно, но помните, были пиджаки на ватине в свое время? Да, конечно. С большими плечами. Модные. Вот ему делают это, чтобы скрыть его худобу. Он очень сильно похудел. А с ногами это не сделаешь. С ногами это не сделаешь. А у него двойник, он как раз отличается такой одутловатостью даже некоторые лица. Это связано с тем, что у него почки проблемные. И он там в целом здоровее, все равно здоровее действующего, настоящего президента. Поэтому, значит, с кем имеем дело, во-первых. Второе. Значит, Владимир Владимирович перед публичными выступлениями, если он выступает, он, как и говорит, молодежь под спидами. Очень сильные стимуляторы. Глаза блестят. Мозг, ум не поспевает за языком. Язык его явно переезжает. Причем там некоторые обороты и видит стиль мышления. Это всплывает из его подростковых времен. Это очень хорошо взамен. Это нормально для людей, которые находятся в таком положении, как он. Третье. Он к любым таким встречам, он готовится. К встрече с Си Цзиньпином он готовился двое лет. Врачи его двое или трое суток готовили. То есть ему надо отдыхать было, значит, получать там специальные лекарства и прочее. И прочее, чтобы эти четыре часа на переговорах высидеть и выглядеть убедительным. Дело в том, что Си Цзиньпином не обманет. Потому что китайские врачи участвуют в лечении российского президента наряду с израильскими. Вот две основные страны, которые принимают участие в медицине. Это израильская, она в первую очередь онкологией занимается, а китайцы занимаются неврологией. Ну, в общем, представление его состояния не имеет. Довольно неплохое. Довольно неплохое. Поэтому, и, наконец, последнее, Дмитрий Ильич, ну, мы же видим с вами все равно картинку. Вы же прекрасно знаете, как опытный журналист, работающий, в том числе, естественно, сейчас онлайн, что люди непосредственно наблюдаемые, даже через онлайн, хотя у нас нет с вами ни грима, ничего, они очень-очень отличаются. То же самое можно сказать о президенте. Телевидение же великий обманщик, ну, просто великий. А даже те ролики, которые мы с вами видим в интернете, это же фрагменты телевизионных записей. Телевизионных. Да, там можно что-то вырезать, вот что-то, где некие неконтролируемые движения, что-то интересное, что-то причудливое. Но все равно это все взято из официальных хроник. Другое дело, что уже официальные хроники это скрыть часто не могут, потому что в некоторых случаях, допустим, какие-то встречи Путина снимали операторы ФСУ. Понимаете, ну, наверное, они очень хорошие охранники, я даже не сомневаюсь, что прекрасные. Но операторы, ну, в общем, инструкцию дали, разберешься, давай. Если предположить, что завтра... Все не совсем то, чем кажется. Да. Если предположить, что завтра Путина нет, кто вместо него? Сейчас наибольшие шансы, вот настоящий момент подчеркиваю, прийти в власть имеет группа чекистов. Несмотря на то, что формально преемником должен стать премьер-министр, чекисты считают, что легко разберутся и легко проведут своего человека. А он не есть человек? Сейчас ситуация выглядит так. Сейчас уже нет. Это очень важно, Дмитрий Ильич. Путин? Нет, Мишустин. Мишустин. Мишустин находится, конечно, под их контролем с давнишних времен. Еще с тех пор, когда он возглавлял налоговую службу. Это вы правильно отметили. Но у него и по аппетитам КББ был. А зачем им здесь председатель? У них есть свой прекрасный кандидат. Сын Николая Платоныча Патрушева, Дмитрий Николаевич. Как его пишут? Блестящий менеджер. Знает пять языков. К специальной военной операции не причастен. Настоящий ариец. Какие проблемы? Зачем им здесь председатель? Нордический, да. Вы знаете, я посмотрел на... У меня есть большие шансы сейчас. Вы знаете, я посмотрел на сына Патрушева. Он выступал на заседании правительства. Очень невзрачное. И выступление, и сам невзрачный. Но харизмы нет. Да и у Владимира Владимировича никогда же не было. Но ведь наработали же. Ну, в телевидении великий обманщик. Будут стараться, будут... Получат указания. Знаю, что некоторые госкорпорации уже получили указания. Что если речь идет о инвестиционных контрактах с зарубежными странами. Не западными. Западными сейчас их нет. А вот там Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. То непременно, вот мне сказали, было приплетать Дмитрия Николаевича Патрушева. Говорит, что есть такой человек. Ну, да, на такое указание. То есть работа-то ведется. Ну, понятно, что это скорее для эстеблишмента, чем для общества. Но вы знаете, мне кажется, общество наше российское настолько устало. Ему будет уже настолько все равно. Вот честно. Как говорил мой товарищ, да ты хоть сапог поставь на стол. В общем, по-моему, там, цитирую уже Салтыкова-Чабрина. Ну, и сапог сможет. А Дмитрий Николаевич не сапог. Человек штатский. От чекистов, от силовиков все уже безумно устали. Да, они надеются, что они все равно будут там из-за кулис рулить. Ну, вряд ли это у них получится. Да и ситуация кажется все равно очень динамичной. То есть тот, кто придет от них или вместе с ними, я не уверен, что долго сможет удержаться. Поэтому для чекистов чрезвычайно важно, чтобы сработал легитимный механизм передачи власти. Они очень надеялись на то, что Путин выполнит свое обещание передать власть. Но после ордера шансов на это не осталось. Вообще никаких. Просто никаких. Ну, может быть, они захотят купить свою легитимность тем, что его передадут ГААГу. Кто знает. Я, кстати, нисколько не шучу. Это только по форме шутка. Это по форме шутка. Ну, если цена будет приемлемой, скажут, ну, слушайте, вы такой замечательный борец за права человека. Ну, помните, да, что Никита Сергеевич мертвого Сталина вынес. А тут почему бы не вынести живого Путина? Кто-то подумает, а чем хуже Крущева? Пойду еще дальше. Продолжение следует...